Вот суть событий. Я Сергей Парковенко. Чуть-чуть пораньше начинаем, чем обычно, из-за отсутствия Арины Бородиной. Но это ненадолго, как вы, наверное, уже привыкли. Иногда она бывает где-то в отъезде по делам, потом возвращается. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо со следующего раза. У нас с вами есть, за исключением Арины Бородиной, еще на своем месте номер для СМС-сообщения плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять, плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Все работает, я уже вижу. Большое спасибо тем, кто приветствует меня здесь в эфире. Есть возможность смотреть прямую трансляцию в Ютьюбе, как обычно. Там не только слышно, но и видно. А слышно, кстати, хорошо. И можно скачивать постфактум, если вам удобно будет когда-нибудь другое время послушать или посмотреть. Пожалуйста, можете это сделать. Есть еще мой аккаунт в Фейсбуке, аккаунт Сергея Пархоменко, где, как обычно, выложен специальный пост, под которым множество правильных людей, хорошо и доброжелательно настроенных, оставили свои вопросы, свои предложения по нынешнему эфиру, темы, сказали, что им интересно. Естественно, я там стараюсь иногда прямо отвечать сразу на месте, если мне кажется, что эта тема в эфир не попадет, а все-таки надо что-то на эту тему сказать. Но, в общем, пользуюсь этим при формировании программы. Слушайте, раз я начал со всяких технических вещей, есть одно такое, я бы сказал, организационно-техническое сообщение, которое я должен сделать. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, но начиная со следующей программы, на протяжении нескольких месяцев программа «Суть событий» будет идти вот в том формате, в каком она шла, я думаю, что многие это помнят, в прошлом году. Я очень рад снова быть в эфире вместе с замечательной Ольгой Бычковой, которую я как ведущего и как собеседника, и как партнера чрезвычайно ценю. А дело в том, что я просто опять еду за границу на несколько месяцев. Меня пригласили поработать в Вашингтоне, в одном из самых авторитетных таких тинг-тенков, что называется, таких, я бы сказал, мыслительных кастрюлек. Знаете, есть такие организации, которые заняты наблюдением, различным размышлениям и всякими анализами над тем, что происходит в мире, в политике. И вот Кеннен-Институт – это организация, которая много-много лет занимается Восточной Европой, Россией, Украиной. Я в прошлом году провел там несколько месяцев. Это было чрезвычайно интересно, поскольку это попало как раз на период выборов. И теперь вот тоже, надеюсь, остатки этой осени, зиму, весну наблюдать там вблизи всякие удивительные события, которые, по всей видимости, там ожидаются. Сразу скажу, что импичмента я не жду, хотя многие об этом говорят. А вот у меня говорят, что в Ютьюбе трансляция еще не пошла. А можно это проверить? Пошла ли там трансляция, что она там не запустилась? Может быть, это какая-то ошибка? Вот я вижу просто здесь записку об этом. Может быть, это нечаянно? Вот. Импичмента никакого я не жду, но все равно будет интересно. Потому что ситуация с Конгрессом постепенно все больше и больше осложняется и напрягается во взаимоотношениях американского президента. Конечно, очень сложная ситуация с отношением к России там. И мы ждем больших событий в феврале непосредственно перед выборами. Так уж совпало, что в этот момент там должен выйти первый доклад, предписанный тем законом, который принял американский Конгресс пару месяцев тому назад. Да, говорят, что все в порядке. Пожалуйста, кто мне тут писал, что ютьюбовская трансляция не работает? Работает. Все в порядке. Смотрите. Вот. И... Да, ожидается непосредственно перед нашими выборами первый доклад, в котором будет сделан обзор того, чем обладают... Чем обладают всякие приближенные к власти российские коммерческие структуры. И наоборот, чем обладают разные приближенные к коммерции и к бизнесу властные структуры. Вот как происходит это слияние одного и другого. Как, собственно, происходит коррупция на самом верху. Как происходит вливание капиталов в разного рода политические акции внутри России и за пределами России. И это будет интересно. Это, по всей видимости, обернется новыми персональными санкциями. Может быть, мы чуть-чуть подробнее поговорим. Оттолкнувшись от того скандала, который происходит во Франции с Сулейманом Керимовым сейчас. Вот. В общем, там очень сильно будет за чем понаблюдать. У меня тут немедленно появилось несколько сообщений о том, что вот чего это вы уезжаете, когда у нас тут выборы. Ну, знаете, за вашими тут выборами, за нашими тут выборами есть кому понаблюдать. И без меня я думаю, что как-то выборы тут без внимания не останутся. Кроме того, понимаете, это такой вид выборов, за которыми, в общем, наблюдать можно и издалека. Поскольку эти выборы не вполне выборы. Знаете, курица не птица. Как-то вот в прежние времена Болгария была не за границей, а голосование за Путина – это не выборы в данном случае. Процесс, конечно, интересный. События вполне увлекательные. Люди в нем всякие раскрываются. Но мне кажется, что вполне можно смотреть за этим и издалека. Тем более, что современные средства связи вполне позволяют. Ну вот. Так что не удивляйтесь, несколько месяцев я буду вести программу из удаленной студии в партнерстве с Ольгой Бычковой. Но надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Теперь. Ну, давайте вернемся, собственно, к программе уже сегодняшней. Знаете, ну вот, раз мне приходится подводить некоторые такие итоги раньше времени, поскольку меня уже здесь до конца года не будет. Я думаю, что вообще важнейшее европейское событие, ну, если бы не то, что происходит в Соединенных Штатах, вот со всей этой историей, в которой американская политическая система пережевывает президента Трампа, я бы сказал, что все-таки важнейшее событие – это то, что происходит в Германии. Я думаю, что вы уже начитались и наслушались про это достаточно. Все выучили слово «Ямайка», все в первый момент удивились, а потом выяснили, откуда это еще это за «Ямайка», которая взялась посреди Германии, причем здесь она. Это коалиция, которая не удалась консерву Германии Ангеле Меркель, коалиция из трех партий, поэтому эти три цвета, которые многим напомнили «Ямайский флаг», а «Ямайский флаг», я как-то удивлялся и все интересовался у знающих людей, а почему, собственно, все вспомнили про «Ямайку», как-то, неужели все знают, как выглядит «Ямайский флаг», на что мне ответили. Дорогой, ты просто не спортивный очень человек, ты мало смотришь разных спортивных состязаний и не понимаешь, что «Ямайская форма» одна из самых ярких и самых запоминающихся на всяких легкоатлетических соревнованиях. Они же бегают прекрасно, и поэтому все помнят этот вот черно-зелено-желтый флаг их, в который они еще иногда и заворачиваются, когда выиграют там какую-нибудь очередную стометровку и бегут вокруг стадиона в этом своем флаге. Поэтому, да, вот эти три цвета действительно у всех на устах и у всех на памяти. Ну, вот, в самом деле, и правда. Так вот, христианские демократы, ну, то, что называется ХДС, ХСС, это, собственно, тот союз, то партийное образование, от которого избирается сама Ангела Меркель. Свободные демократы и зеленые. Вот черные, желтые, зеленые цвета, и вот и получилась эта «Ямайка», которую Ангела Меркель пыталась собрать в коалицию. И это, конечно, исключительно интересный для нас здесь сюжет. Потому что одна из самых больших глупостей, одна из самых часто повторяемых глупостей в рассуждениях о российской политике, которую очень любят повторять эту глупость люди, которые отстаивают право президента Путина по существу демонтировать демократические институты в России, постепенно уничтожать выборы как явление, как событие и как фактор передачи власти в Россию. Вот вы бы меня спрашивали, почему я уезжаю, несмотря на выборы. А вот поэтому. А потому, что Путин со всей своей командой работал, 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 работал и доработал до того, что власть в России не происходит из выборов сегодня. Она происходит из разного рода других событий. И отнята у Путина власть будет, по всей видимости, не в результате выборов. Несмотря на то, что выборы по-прежнему кажутся мне ключевым элементом любой демократической системы и участие в них необходимо, потому что это способ разговора с избирателями. Ну, это с точки зрения тех, кто в них участвует, с точки зрения их потенциальных претендентов, с точки зрения, собственно, политиков. Для них выборы остаются, несомненно, важнейшей вещью. Так вот, у меня спрашивают, вы же какой-то, кажется, член комиссии. Нет, я не член комиссии, ровно потому что я уезжал в прошлом году, я отдал свой мандат. Но нет никаких проблем, если мне захочется, ровно так же, как я в прошлом году. Простите, что я скачу с темы на тему, но у меня здесь просто перед глазами смс-ки, которые мне приходят. В прошлом году я работал на выборах наблюдателем на избирательном участке в российском посольстве в Вашингтоне. И ничто мне не мешает в этом году сделать ровно то же самое, получить от кого-то документы. Я был даже не наблюдателем, а я был членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Так что могу и сейчас это устроить в лучшем виде. Уверяю вас, эта работа мне знакомая, понятная и, в общем, вполне, на мой взгляд, полезная. Так вот, возвращаясь в Германию, чрезвычайно часто мы слышим разговор о том, что, ну как же, почему вы говорите, что вот как-то нехорошо, чтобы один и тот же президент в России сидел множество строков. Даже если это не написано в Конституции. Вот у нас Конституция гласит, что два срока подряд и не больше, а вот речь идет о четвертом сроке Владимира Путина. И чем вам это не нравится, спрашивают разные любители тоталитаризма в России. Вот, например, в Германии. Ей же Ангела Меркель, сколько времени она сидит, и вас это почему-то не смущает? Да, действительно, Ангела Меркель сделалась канцлером Германии 22 ноября 2005 года. То есть, соответственно, сколько там у нас, 12 лет назад и два дня. Собственно, очередная годовщина случилась совсем недавно. Но в этом ровно и разница. Разница заключается в том, что, несмотря на то, что Ангела Меркель 12 лет сидит на этом стуле, что она является старейшей в истории человечества женщиной на выбранном посту, которая пребывает так долго, что она является на сегодня, если я правильно понимаю, старейшим руководителем Европы и одним из старейших. Я даже не знаю, но после Зумы у нас, собственно, теперь, кто у нас? После, то есть, не Зумы, а Роберта Мугабе, покинувшего свой пост ровно, опять же, на этой неделе. У нас, по-моему, в следующем как раз идет Путин, а где-то вот дальше, недалеко от него, идет и Меркель. В качестве руководителя долгоживущих, долгоиграющих, долгоправящих руководителей своих стран. Так вот, несмотря на то, что все это время она пребывает на этом месте, к исходу этого времени она оказывается в ситуации, когда она обязана формировать коалиции, когда выясняется, что самого факта ее пребывания на этом стуле совершенно недостаточно для того, чтобы руководить страной, когда выясняется, что борьба идет по-настоящему, что в этой борьбе можно реально проиграть, что напряжение чрезвычайно велико, что вполне возможно, что ей придется от этого места отказаться, даже при том, что ее партия по-прежнему является крупнейшей партией, будет являться крупнейшей партией в парламенте, потому что партия имеет право сменить ее в качестве своего лидера. Вот в этом и разница, что германская политическая система устроена таким образом, что даже 12 лет пребывания одного человека у власти абсолютно не страхует его от политических неудач и не освобождает его от сложной, тонкой, опасной, нервной политической работы и от необходимости каждую минуту думать о том, как каждое ее решение, каждое ее или его заявление отразится на завтрашних событиях, на перспективе, на продолжительности пребывания у власти, на результате партии при выборах в парламент, эти 12 лет ничего не означают, не дают никакого преимущества. Да, есть авторитет, но окей, кому-то удается заработать этот авторитет, а кому-то удается его растерять, как мужественному Роберту Мугабе, который уходит абсолютно проклинаемый и своим народом, и своей страной, и своими соседями, и вообще всем миром. Кто-то накапливает этот авторитет, а кто-то уничтожает его. А что касается политического механизма, он остается в целости и сохранности. Никуда он не девается. И никуда не девается возможность новым политикам приходить на политическую арену. И никуда не девается возможность старым политикам покидать эту политическую арену. Политика остается живой. И мы это видим. Вот казус Ямайки доказывает нам прежде всего это. И разница заключается в этом. И разница между пребывающей 12 лет у власти Ангелой Меркель и пребывающим 18 лет более или менее у власти Владимиром Путиным заключается в том, что на этом этапе Ангелы Меркель строит политическую коалицию в сложнейшем, тончайшем переговорном процессе, очень опасном, очень жестком, отбиваясь от серьезных обвинений, я бы сказал, содержательного характера. Она же не может эту коалицию соорудить сейчас, вот не смогла. Не потому, что есть подозрения в ее, так сказать, недостаточной работоспособности. Или она старая, или она глупая, или она отставшая от жизни, или она плохо соображает, или она покрылась жиром или бронзой, или к ней есть какие-то еще претензии. Или, например, претензии, может быть, к ней есть коррупционного характера. Нет, не в этом дело. Речь идет о содержательных вещах. Прежде всего, об ее отношении к проблеме иммигрантов. Для Германии это вообще чрезвычайно важная проблема. Кто один раз был в Германии, знает и видит, как сложно устроено сегодня германское общество. Не просто потому, что оно многонациональное, вы на улице видите много разных лиц. Разных цветов, разных, так сказать, строений, разных форм носа и разной фактуры волос. А вы реально видите разные культуры, разные отношения к жизни, разные религии, разные отношения к труду, разные отношения к порядку и ко всякому прочему. Это сложная история. И ее проблемы связаны с этим. С тем, что она содержательна. У нее есть некоторая концепция. У нее есть некоторое представление о том, как мир должен был быть устроен правильно. Она на основании этой концепции отстаивала право Германии и обязанность Германии принять почти миллион беженцев. А достаточное количество людей у нее в Германии протестовали против этого. И на этом образовалась экстремистская партия альтернативы для Германии. Чрезвычайно агрессивная, чрезвычайно бесчеловечная, чрезвычайно, я бы сказал, примитивная в своей агрессии. Да, она отрастила ее тем, что принимала вот эти резкие, неочевидные решения, я бы сказал, мужественные для политика. И стала, несомненно, сегодня самым влиятельным руководителем в Европе. По мере того, как Путин в своей огромной стране спускался вниз, по мере того, как он терял всякий авторитет и всякую способность принимать участие в развитии европейских политических процессов, участвовать в разного рода европейских разговорах и диалогах, и вообще оказался в результате человеком, рядом с которым на стуль никто садиться не хочет. Вот по мере того, как это происходило с Путиным, с Меркель происходило обратно, и она поднималась вверх. Сейчас вот есть там восходящая звезда под названием Макрон, который впервые, кажется, оказывает ей какую-то, так сказать, конкуренцию в этом. И может оказаться так, особенно если канцлер в Германии сменится на какого-нибудь новенького, то может оказаться так, что наиболее влиятельным человеком в Европе окажется Макрон. Потому что он, конечно, очень резко стартанул. И очень, так сказать, с большими амбициями и с большими всякими идеями. Но пока он у нее только учится. Ну вот. Вот разница в этом. Что к исходу своих 12 лет правления Меркель в сложнейшей политической обстановке создает эту сложную политическую коалицию. И, кстати, мы рано ее хороним. Есть основания. Есть немало шансов, я бы сказал, считать, что ее политическая карьера не кончена. Она ей не гарантирована, несомненно. Но шансы достаточно высокие у нее сохраняются. Возможно, ценой досрочных парламентских выборов, которые, конечно, будут очень непросты в этой ситуации с достаточно плохо предсказуемым результатом. Но, тем не менее, процедура такова, и она на них пойдет. Даже если ей это не хочется. Даже если для нее это опасно и рискованно. Даже на 12-м году своего правления она это сделает. Потому что это требует от нее в определенных ситуациях закон. Если ситуация дойдет до этой крайности, если нынешнему президенту Германии, который пытается быть посредником в этой сложной ситуации, не удастся ее выправить и все-таки помочь создать какую-то правящую коалицию, да, будут досрочные выборы. А Путин к исходу 17 лет своих конструирует себе вот такой муляж выборов, как мы его видим. Со всеми разговорами о подставных кандидатах. А давайте вот еще ему туда Титовов пишем. Как-то полезно будет, чтобы был от бизнеса. Что-то у меня нет ощущения, что этот человек может быть реально представителем каких-нибудь какого-то бизнес-сообщества в России. И что у него есть какой-то реальный политический вес. По-моему, он просто кукла. Просто марионетка. Давайте мы вот еще вот такую куколку. Еще вот эту. Вот у нас есть красная куколка. Старенькая такая. У нас есть желто-синяя куколка. ЛДПРовская. Такая злобненькая. У нас есть такая зеленоватая куколка. Цвета яблочного сока. У нас есть вот некоторое количество этих куколок. Ну, давайте вот еще одну пригодится. А потом все это понесут начальнику на подпись. И начальник на это на все посмотрит. И ему скажет, Владимир Владимирович, обратите внимание. Понимаете, ваша фамилия на П, а вот у Собчак фамилия на С. А на Р мы никого не нашли. Поэтому вот в бюллетене будет прямо так написано Путин, а следующая строчка Собчак. Ничего вы не против? И Путин на это скажет, друзья, вы что, очумели, что ли? Какой еще Путин Собчак в бюллетене? Вы вообще сейчас о чем? Это зачем надо? А ну уберите ее. Ну вот, примерно я так себе представляю эту историю. А процедура, несомненно, позорная. Вся, целиком. Начиная от недопуска, абсолютно антиконституционного недопуска Навального к выборам. И кончая впихиванием туда разнообразных титов. Вот у нас вместо Навального будет титов. Распорядились в Кремле. А еще к исходу своих 17 или там 18 лет правления Путин, эта новость не нынешней недели, даже, кажется, не прошлой недели. Но все равно, по-моему, чрезвычайно важная. Вот как-то ее не оценили, как-то ее пропустили мимушей. Помните историю про то, что выяснилось, что один из самых ярких представителей группы серб имел своего куратора. Помните эту историю? Например, две недели тому назад выяснилось, что в центре Э, Министерства внутренних дел Российской Федерации, есть куратор по имени Алексей Окупный, есть офицер по имени Алексей Окупный, который является куратором вот этого самого экстремистского движения серб. Задача которого топтать, рвать, резать, поливать зеленкой, мочой, дерьмом и прочими зловонными жидкостями. У них есть куратор в Министерстве внутренних дел. Это, знаете, такое деликатное, такое извиняющееся выражение. Такой, извините, пожалуйста, за термин эвфемизм. Посмотрите в словаре, что такое эвфемизм, если кто не знает. Это такое вот стыдливое прикрытие. На самом деле, когда мы говорим, что у них был куратор, это значит, что это политическое образование создано и управляется и финансируется государством. Вот это вот перевод на русский язык, выражение «у них есть куратор». Хочу вам напомнить предыдущий такой случай, что называется, получивший большую популярность и живо обсуждавшийся в различных общественных и политических кругах Российской Федерации. Это история про БОАН. Помните это? Про боевую организацию русских националистов, которая занималась политическими убийствами. В частности, убили адвоката Маркелова и Анастасию Бабурову, журналистку Новгазеты. Получили там огромные сроки в результате. Тоже у них был куратор где-то там. Тоже это ровно этими же словами описывалось. У них есть куратор. Там называли, что этот куратор где-то там возле Суркова или еще что-то вроде того. И вот у этих есть куратор. И когда я вам рассказывал на примере истории с памятной табличкой на доме Немцова о том, что когда эти скоты ее отрезали, они куда ее понесли? Они понесли ее не в отделение полиции, как они всем рассказывали, а они понесли в управление Э. Вот этому своему куратору понесли. Вот эта разница. Вы обратите внимание на этот логический переход. Эта разница между Россией и Путина к исходу 18-го года его правления и Германией и Меркель к исходу 12-го года ее правления. Вы спрашивали, какая разница? Отвечая, вот это. Одна для своего сохранения у власти должна заниматься Ямайкой. А другой для своего сохранения у власти должен курировать серб. А раньше курировал Борн. Ну, не сам, а там через недлинную, кстати говоря, цепочку посредников. Потому что расстояние там, скажем, от Путина до Суркова небольшое в то время было. А от Суркова до Борна. Так и тут с этим сербом. Вот расстояние от Путина до Окопного, что называется, два рукопожатия. А третье рукопожатие, это уже вот эти вот агрессивные скоты, прикрываемые российской властью. Прервемся на 3-4 минуты. И с этого же места начнем после новостей со мной в программе «Суть событий» в эту субботу. Пятницу. Грани недели с Владимиром Карамурзой. По субботам после 21 часа. Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». «Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видим. 21 час и почти 36 минут в Москве. Это вторая плейна программы «Суть событий». Номер для смс-сообщений плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок, пять, сорок, пять. Работает. Все пишут, что работает. Только один человек продолжает мне писать, что нет, не работает. Может, вам что, у себя в компьютере поправить? Так вот, работает трансляция на Ютьюбе. А Митч тут не пишет. «Сергей, а вы были не так уж и не правы, оговорившись про субботу. У нас уже она». Ну да, действительно, я тут оговорился, назвал пятницу субботой. Так как Петропавловский, Камчатский. Вообще скоро утро. Еще спрашивают меня, а что это, собственно, я тут рассказываю про Борна и его связи с Кремлем, и это все не доказано. Послушайте, ну, я читаю материалы судебных заседаний того времени. Вот вы их забыли, а я их продолжаю читать. 20 ноября 2014 года во время допроса в качестве свидетеля по делу Борн Евгения Хаси заявила о наличии у Ильи Горячева, куратора Леонида Симунина, который в конце 2000-х годов служил во внутриполитическом управлении администрации президента Российской Федерации и был представителем руководителя этого органа Владислава Суркова. Финансировал своего подопечного средствами, направленными на молодежную политику. Горячев обращался к Симунину с просьбой разрешить создать легальную ультраправую партию, но тот ему отказал. Тогда было принято решение создать радикальную организацию для разжигания конфликтов в обществе и шантажа власти резонансными расправами. Хасис перечислила известные ей убийства Филатова, Азизова, Мархелова-Бабурова и Джапаридзе-Халилова-Хуторцкого. По ее словам, Симунин просил Горячева убить сотрудника ФСБ и предложил за это денежное вознаграждение. Вот это нужно, чтобы сохранять у власти Владимира Путина 18 лет. Это вот технология сохранения у власти этой политической группировки. А чтобы сохранять у власти Ангелу Меркель, нужно пытаться создать коалицию под названием Ямайка. Вот и вся разница. Вот и все, что я хочу вам тут доказать. Сравнивайте это. Сравнивайте это. Вот ударение во фразе нужно на другое слово поставить. Сравнивайте это, а не тот внешний поверхностный факт, что один столько-то лет сидит на главном стуле и другой столько-то лет сидит на главном стуле. Мне здесь вот подсказывают, что ну да, вот есть еще королева Елизавета, которая, строго говоря, является вот самой староправящей главой государства. Ну, конечно, окей. Она не управляет более-менее ничем. Но сидит. Красиво сидит. Как-то ничего не скажешь. Впечатляюще сидит. Но в реальности, да, в разных странах власть сохраняется разными способами. А вовсе не тем, что человек продолжает сидеть на стуле. Тоже продолжение темы, которую я отчасти затронул в начале и обещал к ней вернуться. Да, нас ждут, нас, Россию. Каждый раз я оговариваюсь и каждый раз я сам себя хватаю за язык. И каждый раз я удивлюсь. Зачем я это сказал? Зачем я сказал нас опять? Ну, вот, понимаете, есть вещи, которые неизлечимы. Страна осознается как своя. Поэтому имеешь в виду Россию, говоришь нас. Россию ждут персональные санкции. В большом, я бы сказал, ассортименте. И очень много к этому ведет. И начавшаяся уже такая эпидемия принятия актов Магнитского. Точнее, законов, похожих на акт Магнитского. То есть, законов, которые регламентируют преследование по закону людей непосредственно, персонально виновных в серьезных нарушениях прав человека. В частности, право человека на справедливый суд. Людей, которые из политических соображений пытаются людей судить, а перед этим пытать. Обычно это сопряженные вещи. Пытки и несправедливый суд. И этих людей будут преследовать по всему миру. Этих людей будут гонять из страны в страну, отбирая у них все, что можно у них отобрать, не давая им спрятаться и требуя их к ответу. Вот уже сегодня есть несколько стран. В том числе, одна из стран, чрезвычайно важная для России, другая оказалась, что важнейший акт Магнитского из принятых на Земле сегодня, это акт Магнитского, принятый в Литве. Потому что он распространяется целиком на европейские страны. На шенгенскую зону. Это серьезно. Это очень серьезно. Ну, плюс Канада, плюс Соединенные Штаты, собственно, с которых все началось. Я думаю, что далее более или менее везде. Мы сейчас с вами с каждым месяцем будем обнаруживать все новые акты Магнитского, все в новых странах. А плюс вот на основании вот этих докладов, которые будут систематически появляться в Соединенных Штатах, я думаю, что они будут пользоваться большой известностью, большой популярностью, будет каждый раз определяться и расширяться круг санкционируемых людей из ближайшего окружения Путина. Людей, которые привели Россию вот к тому состоянию, к состоянию международной изоляции, в котором сегодня она оказалась. И в этом смысле чрезвычайно интересен инцидент с Сулейманом Керимовым. Он интересен своей банальностью. Точнее, банальностью отношения к Керимову. Штука заключается в том, что никакого исключения, никакого особого режима Керимову в этом деле не случилось. Я напомню, что Сулейман Керимов – это один из крупнейших, буквально, без преувеличения, один из крупнейших российских бизнесменов. В последнем списке Форбса он занимает, по-моему, 21 место. Он сенатор от Дагестана. Он человек с большой бизнес-историей, с большими деньгами, с большим влиянием. Достаточно напомнить, что он был, например, крупнейшим донором реконструкции и расширения большой соборной мечети в Москве, которая была осенью 2015 года открыта. В сети есть полно фотографий, где стоит Путин, рядом стоит Эрдоган, рядом стоит Махмут Аббас, между прочим, глава палестинской автономии. Один из самых страшных бандитов в мире. Рядом стоит Собянин и рядом стоит Керимов. И именно Керимов, никто другой из тех, кто тогда жертвовал деньги на строительство этой мечети, на эту парадную фотографию не попал. Кроме того, ну, понятно, что пост сенатора Дагестана вещь достаточно серьезная. Можете себе представить, какова конкуренция. Можете себе представить, какие, так сказать, потрясения, особенно в условиях, когда меняются губернаторы в Дагестане. Какие потрясения следуют за тем, чтобы человек сохранился на этом месте, Керимов сохранился. И вот, что, собственно, произошло. Неприятности у него начались довольно давно. Неприятности начались, как обычно, почти случайно. Они начались... Я вот тут порылся во всякой французской прессе нескольких последних лет. И обнаружил, что все началось примерно три года тому назад с того, что полиция заинтересовалась одной девочкой. Которая передвигалась по Лазурному берегу с большим количеством наличных. И была заподозрена в том, что она довольно значительными партиями для кого-то покупает наркотики. Стали за ней следить. И оказалось, что это помощница известного в этой части Франции адвоката, специалиста по налоговым проблемам по имени Филипп Кеверини. Среди клиентов Филиппа Кеверини обнаружился Сулейман Керимов. Ну и вот так от этой девочки с наличными и с наркотиками вот оно и до... От этой секретарши и дотянулось до... До Керимова. Сегодня, помимо него, в деле есть еще три фигуранта. Есть два швейцарских бизнесмена. Один называется Александр Студгальтер, а другой Филипп Баргетти. Ну и вот этот самый Филипп Кеверини. Налоговый адвокат. По всей видимости, именно на встречу с этим Филиппом Кеверини и явился в этот раз Сулейман Керимов. Непонятно, ну, во всяком случае, не доказано, является это какой-то неосторожностью или это, что называется, засада. И Филипп Кеверини пошел на сделку со следствием и, что называется, выманил туда, во Францию, своего клиента, где он был задержан. Все разговоры про дипломатическую неприкосновенность потому, что он сенатор или потому, что у него в кармане есть зеленый дипломатический паспорт, несостоятельны. На самом деле, похоже, что у него не было никакого дипломатического паспорта. А даже если бы был, тоже я поговорил с некоторыми своими знакомыми, и все они в один голос говорят, что сам по себе паспорт ничего не означает цвет паспорта. Цвет паспорта означает только одно, что виза не нужна. А дальше выясняется, а зачем, собственно, человек ехал. Вот если предположить, что это там, я не знаю, дипломат, который работает в Берлине. И этот дипломат, который работает в Берлине, решил поехать на рождественские каникулы, не знаю, там, в Рим. Это внутри европейского сообщества, казалось бы. Он действующий дипломат. Это происходит во время его командировки. Но вот когда он оказывается в Италии, вообще, когда он выезжает из Германии, где находится его Берлин, где он работает, и оказывается в Италии, он теряет свой дипломатический статус, потому что он приехал в отпуск. А если его в этот же Рим отправят, как представителя российской дипломатической миссии для участия в каких-нибудь переговорах, в какой-нибудь важной дипломатической конференции, для согласования какого-нибудь протокола или еще чего-нибудь такого, за ним сохранится его дипломатический статус и его неприкосновенность. Кроме того, есть еще одна очень важная история. А что такое, собственно, дипломатический статус, если вдуматься? Что такое это дипломатическая неприкосновенность? Что она означает? Она означает следующее. Это наш человек. Вот что как бы написано на лбу у того, у кого есть дипломатический иммунитет в данный момент. У него на лбу написано следующее. Это наш человек, говорит одна страна в другой стране. Стране, где он находится. Не трогайте его. Не судите его. Не арестовывайте его. Не интересуйтесь им. Не задерживайте его. Если какие проблемы, отдавайте его нам. Мы сами тут с ним разберемся. Мы сами, если надо, его накажем. Вот опять-таки один мой знакомый привел мне очень хороший пример. Что когда дипломат случайно на машине сбивает человека, у него есть дипломатическая неприкосновенность. Его не судят там на месте. Но он отправляется в свою страну. Принято его отозвать. Его отзывают. Он возвращается в свою страну. И принято, а, его судить там. И, б, еще от имени страны выгладить какую-нибудь компенсацию. Или по меньшей мере, там, принести извинения. И всякое такое, что уж там потребуется. Тому, кто стал жертвой. Или, там, потерпевшим от этого самого дипломата. То есть, страна должна принять на себя это. Вот интересно. Российская Федерация в лице, например, госпожи Матвиенко, которая жарко и страстно вступается за сенатора Керимова. Российская Федерация принимает на себя ответственность за разного рода налоговые и финансовые махинации, в которых сейчас обвиняется Керимов вместе со своими адвокатами. Это, еще не доказано. Там суд, еще впереди. Но обвинение заключается в этом. Соглашается ли Российская Федерация устами Валентина Матвиенко, что если окажется, что налицо действительно эти финансовые махинации, отмывание денег, уход от налогов и всякое такое, тогда Российская Федерация заберет этого человека себе и будет его здесь судить и восстанавливать ущерб, нанесенный этим человеком французской казне. Так, что ли? Это имеет в виду Матвиенко, когда говорит, у него дипломатический иммунитет. Должна иметь в виду это. Но только у него нет никакого дипломатического иммунитета. Поэтому он оказался сейчас обыкновенным, подозреваемым, находящимся в департаменте Альп-Маритима, отпущенным из тюрьмы под залог, довольно большой залог, без паспорта. Паспорт у него отобрали. Он вынужден там отмечаться несколько раз в неделю, как было написано в полиции. Вот что важно. На общих основаниях. Ключевая фраза в этой истории. На общих основаниях. Да, он 21-й номер в списке Форбс. Да, он крупнейший строитель Московской соборной мечети. Да, он владелец крупного холдинга под названием Полюс, который, кстати, потерял на этой истории. Моментально в один день потерял примерно 117 миллионов долларов, отчего Керимов как-то, по-моему, даже не вздрогнул. Да, много чего можно про него сказать. Но с точки зрения французского закона, и французский закон это демонстрирует сегодня, прямо на практике демонстрирует. Он просто человек, который по всей видимости купил некоторое количество недвижимости, в частности, знаменитую вот эту виллу Ер, что, кстати, по-французски означает «вчера». В данном случае очень символично. Вилла вчера. Вот он купил эту виллу вчера за 35 миллионов евро, что, по всей видимости, является подставной суммой. Ну, это обычная история. Я думаю, что многие прекрасно понимают, как это устроено. Вы покупаете квартиру и договариваетесь с продавцом, что вы ему заплатите по документам одну десятую часть, а остальное отдадите ему наличными. Вот в этом, собственно, подозревается Керимов и его адвокаты. В частности, вот этот Александр Студхальтер, который был формальным владельцем этой виллы. И вообще такое впечатление, что он такое прикрытие, что он ширма, за которой находится вся недвижимость там, ну, или там существенная часть собственности Керимова. На общих основаниях паспорт отобрали. А из Москвы ему другой не привезут. Ну, могут попробовать привезти ему другой. Но что это будет означать? Это просто будет означать, что вся история с залогом, под который его отпустили, отматывается назад. И он оказывается обратно в Кутузки. Я думаю, что Кутузки, хоть и это одно из самых шикарных мест в мире, Лазорный берег. Вот весь этот Кап-Дантип, все эти там разнообразные канны и прочее, прочее. Все страшно красиво. Но я думаю, что тюряга там неприятная. Кажется мне. Во всяком случае, вспоминается предыдущая история с этими самыми местами и с этими самыми тюрягами. Ну, там поблизости это все происходило. Когда во время чемпионата Европы по футболу, помните, ровно там ловили и сажали так называемых болельщиков российской сборной, они как-то нехорошо отзывались о местах лишения свободы. Вот что будет, если мы попытаемся привезти другой паспорт. На общих основаниях. Вот. Так что давайте следить за этим. И давайте следить за этим еще и в частности, потому что мало кто про это помнит. Но ведь этот самый Сулейман Керимов, помимо разных историй, которые мы про него знаем, там все чрезвычайно живописных, удивительные истории про... Там была печальная, надо сказать, история с очень тяжелой аварией там же в Ницце, которую он пережил, сидя за рулем очень шикарного автомобиля. И там какие-то рядом были девушки, довольно знаменитые, если помните, которые потом оказывалось, что они в это время где-то в другом конце мира болели свинкой. Ну, погуглите, в общем. Я думаю, что много интересного можете вспомнить. Но не это самое интересное из истории Сулеймана Керимова. А из истории Сулеймана Керимова, конечно, для нас сегодня самое интересное то, что он один из самых ярких персонажей так называемых панамских бумаг. И он человек, который оказался связан через очень сложную, очень запутанную, не случайно запутанную, намеренно запутанную систему сделок, связанную с Ралдугиным. Но смысл этой системы заключался в том, что Ралдугин, точнее, его офшоры, офшоры, которыми он управлял, получали собственность размером в миллиарды рублей. Вот есть одна сделка, где речь шла о том, что заплатив 2 доллара, компания Ралдугина получила 4 миллиарда рублей. Или 200 миллионов долларов на тот момент. Вот это была история с как раз Керимовым. Там участвовали компании под названием Национальной телекоммуникации, оператор кабельного телевидения и интернета российский. Все это сложным образом там было заплетено через Ростелеком. И в результате вот оказалось, если верить этим панамским бумагам, что именно Керимов был одним из самых активных, так сказать, опять-таки, доноров не только строительства Московской соборной мечети, но и доноров вот этого вот Ралдугинского кошелька, на который, как мы знаем, он весь использовался от начала до конца только и исключительно на покупку раритетных виолончелей. Больше ни для чего. Страна наша, как мы отлично в курсе все, завалена виолончелями Стардивари и альтами Гварнери, которые Ралдугин на все эти деньги, в частности, вот на деньги, добытые за 2 доллара 200 миллионов, добытые у Керимова, вот, значит, он наполнял этим Россию. Этими прекрасными музыкальными даровами. А больше ни за чем. А тот факт, что он является другом детства Путина, не имеет никакого значения. И тот факт, что огромное количество людей относились к этому его кошельку, как к кошельку Путина, это тоже не имеет никакого значения. Это все домыслы. Только виолончели, альты и скрипки имеют в этой ситуации значение. И именно Керимов, собственно, эти альты в значительной мере и финансировал. А теперь он находится в департаменте Альп. Последний сюжет на последние 2,5 минуты. Много очень тоже вы слышите разговоров по поводу предстоящего, по всей видимости, к сожалению, не участия российской сборной в очередной зимней Олимпиаде. И вот я сегодня слушаю одного из коллег, а именно дорогого и чрезвычайно симпатичного мне Алексея Дронаво, который с такой горечью в голосе, ну, он человек очень глубоко погруженный в спорт, я его хорошо понимаю, с такой горечью в голосе, говорит, спортсменов наказывают не за допинг, а за царапины на баночках с пробами и за соль в их содержимом, говорит он. И я слышу в этом его голосе некоторое такое осуждение. Ну, знаете, для тех, кто тоже не очень понимает, а при чем здесь эти царапины, соль и все остальное, я очень советую посмотреть материалы, посвященные, ну, в частности, двум очень ярким российским спортсменам, Александру Легкову, лыжнику. Он был пожизненно дисквалифицирован МОК, и я думаю, что на днях будет решение о том, что он тоже лишен золотой олимпийской медали в Сочи 2014 года. И, ну, такая просто звездная российская биатлонистка по имени Ольга Зайцева. Вот на их примере можно посмотреть внимательно, что такое эти царапины, соль и все остальное. Ни в одном, ни в другом случае не обнаружено, собственно, допинга. Но обнаружено участие этих людей в системе подмены допинга. Если там царапины на этой баночке, так откуда же там допинг-то возьмется? Понятно, что они заменили этот образец. А что есть в этом образце? Что это за соль? Соль, это означает, что с этой мочой происходили какие-то манипуляции. То ли она долго хранилась, будучи взятой заранее. Чистый образец этой мочи долго хранилась, успела высохнуть, ее разбавляли. То ли еще что-нибудь вроде этого. Там еще и ДНК, вот, например, в случае с Ольгой Зайцевой, еще и ДНК чужое обнаружено. Мужское, между прочим. Или как оно? ДНК это она, да? Мужская. Вот. Так что история про то, что это все ничего не означает, это означает одно. Эти люди участвовали осознанно в системе государственных допинговых манипуляций. И за это сегодня расплачиваются и они, и российская сборная, и в конечном итоге все сообщество российских политиков. Счастливо. Спасибо вам большое. Встретимся с вами в будущую пятницу, правда, удаленным способом, и с участием прекрасной Ольги Бурьковой. Всего хорошего. Реклама. На традиционный ежегодный благотворительный вечер заезжий музыкант в честь Булата Акуджавы 25 ноября в зал Чайковского приглашает... Продолжение следует...